Секундочку, после этого конгресса, есть ли какое-то влияние в материальном мире? Изменилось что-то к лучшему или нет? Я не знаю, что такое к лучшему. Я понимаю, что всё происходящее в мире необходимо для того, чтобы продвигать нас. Теперь, делаем ли мы хорошие вещи и сразу же видим результаты? Не обязательно, нет. Почему это должно произойти сразу? Почему? Это как Рабаш приводил пример, как кормить гуся. Ты ему всовываешь прямо в горло, вот так вот, накачиваешь его, вот так вот палкой прямо вталкиваешь, чтобы это вошло внутрь. И ты сразу же хочешь увидеть, насколько он прибавил в весе. Ага, дал ему ещё поесть. Ну, ещё где? Посмотри, пройдёт несколько месяцев, и ты увидишь это. Это система настолько большая и сложная. А ты хочешь сразу же сам увидеть результаты. Откуда ты знаешь, если ты коснулся одной вещи, где ты найдёшь результат какой-то другой вещи, положительный? Это могут быть системы совершенно высшие, духовные. Это произойдёт в каком-то совершенно ином месте. Откуда я знаю? Ты хочешь... А, подоходные налоги у тебя уменьшат. Может быть, уменьшат в Сингапуре. Потому что ты провёл хороший конгресс. Я не знаю. Ну. Нам же нужно топливо продолжать нашу тяжёлую работу. Топливо? Материальное, эгоистическое топливо тебе нужно для того, чтобы продолжать? Я прошу прощения. Конечно же не получишь. А как же можете продолжить заниматься духовным? Вы сказали как-то, если нету муки, то нету торы. Я понимаю только это, что ради отдачи. Если они дадут мне материальное увидеть, насколько я выигрываю, я смогу проделать действия по отдаче. Это будет мешать мне. Это будет мешать мне ещё больше. Мне запрещено видеть награду в этом. Награда за заповедь — это в будущем мире. Запрещено тебе видеть в этом? Представь себе. Я сейчас провёл конгресс. После конгресса сняли налоги. А в следующий раз, когда ты будешь проводить конгресс, не об этом ты будешь думать. Ребята, на следующей неделе мы проведём ещё один конгресс. Да? Раскрыли хорошее средство для хорошей жизни, а? Нет. Это удар. Удар.